Сегодня они кидают мяч в корзины в необычном формате. Вместо традиционных школьных команд баскетбольной лиги Кэсбэскет на площадке сборной районов города. Четыре мужские и четыре женские команды Ульяновска. На такие меры пришлось идти в связи с пандемией. Большая часть встреч уже позади. И это финальные игры. По области уже прошли дивизионы в Николаевке, в Новоспасском, в Новоульяновске, в Димитровграде. Завтра будет последний дивизион в городе Индзе, дивизион Запад. За первое место борются женские сборные Заворского и Засвияжского районов. Победителя игры представит Ульяновск на областном суперфинале Кэсбэскет 18 апреля. И вот в корзину летит первый мяч. В этом году у вас получается сборная такая. Ты не от школы выступаешь. Расскажи, как эта сборная формировалась? Сборная формировалась на базе сотого лицея. Тогда мы увидели девочки из четырех школ. Это в основном все воспитанницы Анатолия Андреевича Исаева. Мы все занимаемся в одной спортивной школе. И вот выбирали сильнейших, добавляли в сотый лицей. Игра проходит по обычной схеме. Четыре периода по десять минут. На площадке пять игроков, от каждой команды двое судей. На скамейке запасных не менее жарко и нервно, чем на площадке. Это намного нервниче, чем на площадке. Потому что на площадке ты играешь, ты забываешь про этот стресс. Ты следишь за игрой, чтобы все было. А на скамейке ты переживаешь за всех. Всего в Ульяновской области 24 мужских и 23 женских школьных команд баскетбольной лиги КС Баскет. Школьные состязания проходят в регионе уже больше десяти лет. В мае Ульяновск примет чемпионат ПФО. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.